Движение грузовых поездов по Крымскому мосту открыто. 30 июня первая в истории пара составов прошла между полуостровом и материковой частью России. Поезд из Крыма отправился с товарами местных производителей, в том числе кальцинированной содой и известняком. Ему навстречу состав с топливом, зерном, удобрениями и цементом. Поезда встретились под аркой Крымского моста. В церемонии запуска движения приняли участие глава Крыма Сергей Аксенов, министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих и временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев. В Крым идут первоочередные товары. Это нефтепродукты, зерновые культуры, удобрения, металлопрокат, то есть стройматериалы. Все, в чем сегодня нуждается республика, что сегодня приходится возить автомобильным транспортом. Теперь, после запуска грузового железнодорожного движения на полуостров, Крым не отличается от других регионов России по логистическим возможностям, отметил министр транспорта. Пропускная способность моста предусматривает 12 грузовых пар поездов в сутки. Это даст возможность перевозить 13 миллионов тонн грузов в год. Ожидаем, что 47 пар поездов, которые могут проходить по Крымскому мосту, а это у нас с вами и большие грузовые составы мощностью 7100 тонн, и пассажирские составы со скоростью 120 км в час, пересекающие мост. Это существенная помощь в развитии экономической жизни Крыма. Для нас проблема была все эти годы. Это доставка топлива, в данном случае, что, конечно, там влияло на ситуацию. Это доставка стройматериалов на территорию республики Крым. Вот уверены, что с открытием грузового железнодорожного сообщения эти проблемы уйдут в прошлое. Грузовое железнодорожное сообщение позволит нарастить поставки продукции и сырья, снизить расходы на доставку и цены на товары. Использование железнодорожного сообщения позволит, во-первых, снизить стоимость доставки на 30-50% в ряде случаев. Во-вторых, мы понимаем, что эта доставка станет быстрее и более гарантированной. В прошлом году, когда пользовались для этого Керченской паромной переправой, в целом в год она была закрыта больше 45 дней. Теперь эти проблемы решены сегодня. Старт движения грузовых поездов позволит полностью обеспечить Крым строительными материалами, считает глава республики Сергей Аксенов. Благодаря этому строительство социально значимых объектов федеральной целевой программы завершится в срок, отметил он. Напомним, начало грузового движения по мосту задержалось на полгода из-за необходимости переноса участка железнодорожных подходов на Керченском полуострове. Археологи обнаружили там античную усадьбу. Главы регионов полуострова и министр транспорта России в ходе встречи также обсудили проект железнодорожного сообщения между аэропортом Симферополя и Севастополем. Сергей Аксенов сообщил, что при поддержке Минтранса прорабатывается технико-экономическое обоснование запуска проекта. Михаил Развожаев подчеркнул актуальность проблемы. В поддержке Евгения Ивановича, конечно, важнейший проект – это еще одна ветка, которую аэропорт Симферополя соединит с общей железной дорогой и позволит запустить экспресс между Симферополем, аэропортом и Севастополем, что, конечно, смогло бы дополнительный комфорт для всех пассажиров обеспечить.